В связи с тем, что школа занимается сплочением, стремится к объединению, стремится к тому, чтобы каждый ребенок понимал, что школа, город – это его семья. И все, что здесь есть, это делается для этого ребенка, для гражданина нашей Родины. Поэтому все наши праздники этого года будут проводить вот так широкомасштабно. Мы недавно проводили такой олимпийский урок, следующий праздник – День города, потом День школы, потом День учителя. То есть праздников достаточно много. И мы решили объединить такой вот широкомасштабный праздник, идею веры, надежды, любви к своему городу, к своей школе, к своим учителям. Мы очень хотим, чтобы нашим детям понравился этот праздник, потому что они сами организаторы, участники. Вы видите, за каждым классом младшей школы закреплены старшеклассники, которые осуществляют наставничество, которые контролируют, помогают, оберегают, вводят. И таким образом формируется чувство ответственности, чувство заботы, чувство того, что ты необходим вот сейчас, и ты можешь это сделать. Учителя очень довольны тем, что ученики сегодня все приподнятом радостном настроении, все поздравляют друг друга, все радуются, все уходят с подарками. Конечно, такого бы праздника у нас не получилось, если бы нам не помогли спонсоры, люди неравнодушные. И сегодня при подведении итогов мы будем обязательно называть эти имена, мы им очень-очень благодарны. Я хочу пожелать всем ученикам, всем родителям, всем педагогам в этот праздничный, пускай не теплый, но праздничный день, здоровья, успехов, счастья и огромного взаимопонимания. А сколько детей у вас сегодня здесь развлекалось? 870 человек. Это все ученики школы? Все ученики школы. А игры придумывали как? Мы проводили опросы и спрашивали у детей, что бы вы хотели. Конечно, малыши все сказали, если бы можно было попрыгать на батутах, поэтому начали заниматься этим вопросом. Средние классы сказали, если бы могли участвовать в каких-то эстафетах, двигаться и так далее. Ну и уже потом, с 7-8 класса, им очень нравится квест, они все время участвуют в таких мероприятиях у нас по школе, они уже специалисты в этом вопросе. И таким образом родилась вообще задумка этого праздника. Парк Приморский сразу выбрали для своего места? Нет, у нас было несколько мест. Мы хотели в поле выйти, мы хотели проводить это на территории школы, знаете. Но потом, когда посмотрели, мы все там не помещаемся. И потом поняли, у нас есть великолепный парк благоустроенный, который нас с радостью примет. И все службы здесь откликнулись, помогли нам милиция вовремя, все время с нами сейчас охраняет нас. То есть мы очень довольны тем, как сработали буквально все-все службы, к которым мы обратились. Спасибо большое.